Всем привет народ! Добро пожаловать в очередное видео как покрасить и сегодня я покажу вам как я покрасил Аркана из Age of Sigmire из армии легионы Нагаша. Начинаем с черного грунта, а далее из аэрографа я ношу базовый слой в Alejo Gamer Earth. Как маленькое вступление могу сказать, что весь этот проект, пока я красил эту Аркана, это был такой потрясающий опыт, потому что я так много всего узнал, просто заставляя себя делать что-то новое, что ну сам мягко говоря не ожидал, что так много всего нового узнаю, с чем спешу поделиться с вами. Далее делаю высветление вроде как Zental Highlight, то есть я наношу краску сверху аэрографом, но в то же время вы можете обратить внимание, что я делаю это более так выборочно и под определенными углами в определенных местах, то есть уже не тупо сверху поливаю. Теперь третий слой высветления это Bone White, чистый. И опять же уже немножко поменьше, чем предыдущим цветом, высветляем миниатюру сверху, таким образом создавая тень в тех местах, где тень быть должна. Далее немножко спорный момент, я решил проверить можно ли наносить проливку или вошь в данном случае из аэрографа, и оказалось, да, можно, правда я, мягко говоря, переборщил, потому что, как вы видите, миниатюра почти что вернулась к своему изначальному цвету, черт-браун, и я понял, что это был, мягко говоря, перебор, но я попробовал извлечь из этого свои плюсы и дальше начал высветлять очень точечно, в данном случае Bone White. Продолжение следует... И на этом основной каркас, именно скелет, на самом деле, более-менее закончил. Потом, конечно же, будут еще высветления, но в данном случае я ношу черный цвет на черепа, и это опять же немножко такой спорный момент, наверное, если я буду красть еще раз эту же модель, я так делать не буду, потому что я посчитал, что, чтобы создать красивый зеленый цвет, следует начать с черного, не смешанного ни с каким цветом цвета, пардон за каламбур, но на самом деле это немножко себя не оправдало, потому что потребовалось очень много слоев зеленого, чтобы сделать зеленый снова таким ярким. Если бы я наносил его на уже имеющийся светлый цвет, в данном случае Bone White, то было бы гораздо проще. Но, как вы видите, сейчас я использую Goblin Green, наношу его на все те места, куда до этого нанес черный цвет. Особо не парюсь по поводу всяких ребер и так далее, потому что мы будем поправлять это кистью. Смешиваем Dead Flash и Goblin Green примерно один к одному, и используем данный цвет как первый хайлайт. Стоит отменить, что весь способ покраски такого зеленого, который вы увидите, я нагло украл с канала Лестера Берсли. Там у него есть обалденное видео, которое длится чуть ли не два часа в сумме, о том, как он красил Mortis Engine. И там он использовал одну уникальную вещь, до которой я лично никогда об этой краске не слышал до его видео. Это Fluorescent Green. И вы ее чуть попозже увидите. Но по сути, якобы, это краска, которая немножко дает свечение в темноте. Но так оно или нет, чуть попозже увидим. А пока что еще один слой хайлайтов по зеленому-белым. Казалось бы, зачем? Грубо говоря, мы как раз и пришли к тому самому, по сути, цвету, от которого мы избавлялись, когда красили черным. Поэтому, как я и сказал, можно было всего этого не делать. Но вот первая вещь, которую я, опять же, не знал. Одна из первых вещей, которую я не знал до этого видео. Это можно использовать инки через аэрограф. Их можно разбавлять, можно не разбавлять. Но получается достаточно такой красивый цвет. А вот сейчас я как раз таки наношу этот самый Fluorescent Green. Прошу прощения за настройку камеры. Вам пока что не очень хорошо виден эффект. Но вот теперь, когда я немножко убавил яркость, вот что получается. Разумеется, конечно же, миниатюра не светится в темноте. Но, тем не менее, Fluorescent Green настолько контрастный, яркий, зеленый цвет. Что для вот таких призраков, для всех этих черепов таких, это просто, я считаю, идеально. Единственное, все-таки следует сделать тень. И для этого я использую Black Green Game Ink от Valecha. И дую им снизу на те части, которые хочу затемнить. Работа с зеленым цветом аэрографом в целом закончена. Теперь переходим к Edge Highlight. В дальнейшем я планирую сделать видеокамеру, поставить еще одну веб-камеру на свою мокрую палитру. И всегда показывать, какие цвета я использую, как я их мешаю. Но пока что, просто смотрите на те пропорции, которые я замешиваю на своей мокрой палитре. Примерно микс один к одному. И по самым таким острым краям проводим ребром кисти. И получается такой красивый эффект. Теперь возвращаемся к тем частям скелета, которые мы закрасили сначала черным, а потом зеленым. И возвращаем им их прежний цвет. Разумеется, возвращаем. Это немножко сильно сказано. Потому что, опять же, я пытаюсь здесь сделать некоторые новые вещи. Учусь и лейерингу плавному, и разным методам блендинга. И вот конкретно сейчас вы видите, как я замешиваю светлые и темные цвета от черт-брауна к bone-white. Смешиваю их и получаю такой градиент из красок. И таким образом могу плавно идти от одного цвета к другому. Ну и, разумеется, чем больше слоев вы будете наносить, тем более плавно будет смотреться переход цвета. Я здесь немножко, опять же, психанул. Не скажу, что это смотрится очень прям аккуратно. Но, учитывая, что я красил для себя, для игры. И в целом просто над этой минькой издевался как мог. Тренировал все, что только можно. В целом, мне очень понравилось, что получилось. Ну а теперь, спустя предыдущий момент, который вы видели, и следующий момент, проходит целых два месяца. И, как вы видите, у меня появился новый член семьи, которому очень нравятся миниатюры. И это бестия постоянно мешает мне красить теперь. Но зато не соскучишься. Кота зовут Тема, сокращенно от Тимон, не Артем. Но зовем мы его Тема. Теме очень нравятся краски. Ему также хочется, наверное, рисовать, как и мне. Поэтому он то постоянно мои кисти пытается своровать, то лапу в краску пихнуть. Сейчас вы впервые на моем канале, впервые на любом из моих видео, до этого такого еще не было, вы увидите технику Loaded Brush. В переводе с русского, с английского языка на русский, это можно перевести как загруженная или заряженная кисть. Но смысл примерно следующий. Вы берете достаточно толстую кисть. Ну, не супер, конечно, толстую, такого размера, там, один-два. И, по сути, вы мачиваете ее сначала в цвете, который вы хотите, чтобы был более темным. То есть, в данном случае в черт-браун. А кончик кисти вы аккуратненько окрашиваете в какой-то светлый цвет, в данном случае Bone White. Когда вы ведете после этого кистью по миниатюре, происходит смешение цвета прямо на вашей кисти. И сначала наносится яркий цвет, а после этого уже идет темный цвет. И вот, как вы видите, без аэрографа у меня получился достаточно красивый и простой бленд, буквально вот без всяких проблем. Разумеется, есть еще куда расти. И это, как я уже говорил, первый мой опыт Loaded Brush'а. И не только. Вы также увидите в этом видео Wet Blending и даже немножко Glaze'ов. Но, в целом, в дальнейшем я обязательно буду использовать эту технику и буду тренироваться, чтобы выглядело это все еще более красиво и хорошо. Решаю сделать Edge Highlight'ы с помощью Bone White'а. Поэтому все те, кто думают, что когда миниатюра покрашена аэрографом, что после этого кистью ничего особо делать не нужно, вы очень сильно ошибаетесь. Потому что иначе у вас действительно будет такой бездушный обдув. А вот, когда вы сочетаете все инструменты, которые у вас есть под рукой, аэрограф, кисть, то тогда получается действительно что-то замечательное. Переходим к броне. Я решаю использовать за основной цвет Imperial Blue. Это очень-очень темно-синий цвет, почти что фиолетовый. И обратите внимание, я все так же кистью наношу краски для аэрографа. И, как видите, без всяких проблем они красятся, ложатся очень тонко и красиво. А сейчас вы увидите, по сути, мои первые попытки, опять же, вэтблендинга. И здесь я так же пытался применить Loaded Brush. Ну и что получилось, напишите в комментариях, нравится вам или нет. Потому что сначала я прям немножко расстроился тому, что происходит с моей минькой. Но потом как-то попривык и понял, что все-таки мне нравится то, что я сделал. Сейчас вы видите банальный пример вэтблендинга. Вэтблендинг переводится с английского языка. Это, наверное, мокрое смешение красок. Суть в том, что нанося одну краску, вы сразу же с одной части, грубо говоря, с той части, которую вы хотите высветлить, вы наносите светлый цвет. А с другого конца конкретной части детали вы наносите темный цвет. И как бы идете, наслаиваете один цвет на другой, а дальше кистью аккуратно начинаете их смешивать прямо на детали. И получается такой достаточно красивый, опять же, плавный переход цвета. Многие, кстати, говорят о том, что они пользуются либо Loaded Brush, либо Wetblending, либо Glazing, либо Feathering. Все эти четыре техники, и еще есть некоторые их вариативности. На самом деле, я считаю, нужно их все совмещать, потому что одно без другого, ну, как бы, это все равно, что... Я не знаю... Использовать только вилки, не использовать ложки, не использовать ножи, когда вы принимаете пищу. Но в дальнейшем я хочу сделать отдельное видео по всем этим техникам. А пока что просто посмотрите, что получилось. Не везде был аккуратный переход цвета. Если честно, мне немножко было лень все это докрашивать. Это неправильный подход. Не берите с меня пример. Но в целом, еще раз повторюсь, мне понравилось. А если вам нравится, то это уже... Это уже чего-то стоит. Теперь переходим к самому Архану. Как видите, я замагнитил его, чтобы его можно было снимать, потому что иначе миниатюра, ну, очень уж большая получается. Сначала я нанес основной цвет, опять же, Imperial Blue. А после этого очень точечно наношу Ultramarine Blue. И, казалось бы, зачем? Можно же сделать гораздо более яркий хайлайт. Но здесь есть еще одна вещь, которую я для себя попробовал впервые. И это сейчас будет очень с натягом сказано, очень сильно. Но, по сути, я начал приближаться к Non-Metallic Metal. Для тех, кто не в курсе, что это такое, Non-Metallic Metal – это когда вы создаете эффект металлической краски без использования металликов. То есть, если вкратце такой курс в историю, если вы посмотрите на старые древние какие-нибудь картины великие, и там какой-нибудь персонаж или лорд в доспехах, то сами понимаете, что в то время никаких металлических красок не было. Но, тем не менее, мы четко понимаем, что это металлические доспехи. Достигается это за счет правильного распределения акцентов света. То есть, когда свет как будто падает на миниатюру, или, в данном случае, на броню, и отсвечивает от нее. И если вы правильно расположите вот эти самые засветы, на данном случае миниатюре, то получится эффект, как будто идет отражение от металлика. Чем я, в принципе, тут и начал баловаться. Но это, конечно, все очень-очень сильно с натягом, потому что, как вы видите, с золотой я использую самый простой Gloria's Gold от Valiha GameColor. Поэтому, ну, с чего-то надо начинать. Но, касательно, опять же, нон-металликов и свечения на броне, суть, в целом, очень простая. Там, конечно, есть много способов, как можно прийти к одному и тому же эффекту. Но, в целом, идея в том, что вы наносите базовый слой, вы наносите очень жесткий яркий хайлайт. Да, на случай, как вы видели, по темно-синему я нанес очень ярко-серый цвет. А дальше вы начинаете глэйзингами, дополнительными слоями снижать этот резкий переход, получая нужный эффект. Конечно же, я сейчас рассказываю это все очень-очень сумбурно, и, наверняка, из того, что я говорю, ничего не понятно. Но просто хотя бы базовое понимание того, что это позволит вам в дальнейшем тоже приблизиться к чему-то такому и уж точно добиться гораздо больших высот, чем то, что сделал я в этом видео. Главное, не бояться, и главное, практиковать новые техники, смотреть на что вы способны и не ограничивать себя. А, ну, это тяжело, я это не умею. Тем временем, возвращаемся по красу. Вы видели, как я аэрографом покрасил его так называемый плащ. Я не знаю, можно ли это вообще назвать плащом. Разумеется, сейчас мы еще вернемся к плащу кистью, но после того, как я нанес металлики, я забыл их пролить, вспомнил об этом, использовал Reikland Flash Shade Gloss. Именно Gloss проливка, потому что тогда она не прибивает отсветы от металлика, который вы уже нанесли, в данном случае, золото. И, ну, это, конечно, опять же, немножко халтура, но в игровом покрасе вы можете не высветлять после этого металлик, потому что он останется таким ярким и светящимся. Если же вы бы использовали не Gloss'овую проливку, то потом нужно было бы либо dry brush металлик, либо заново его высветлять. На самом деле, опять же, повторюсь, в идеале и мне следовало бы кистью тоже повысветлять металлики, но что-то я совсем обленился конкретно с этой вещью. Грубо говоря, у меня какой-то такой пассивно-агрессивный подход к этой минке, я стараюсь на ней делать какие-то достаточно сложные техники, пробую, и в то же время забываю про самое банальное и простое. Ну, учимся, тренируемся, так что, наверное, все окей. Как видите, я замешал Electric Blue и Escarpena Green, и получившегося такого цвета сделал Edge Highlight на этом плаще, и получился вот такой цвет. Теперь переходим к черному цвету. Вы могли обратить внимание, что некоторые вещи вдруг стали черными, потому что я, если честно, немножко потерял маленький кусочек записи, и не только на самом деле в этом моменте, но еще чуть попозже тоже будет такой момент. Но, по сути, что я это покрасил черным? Я покрашу сапоги, его седло, посох, как вы видели, и также еще некоторые вещи на самом его маунте, на этой, я не знаю, кошке, драконе костяном, что это такое вообще? Но об этом чуть попозже. И также обратите внимание, я аэрографом очень просто сделал свечение от его вот этого камня из посоха. Там ничего сложного, он был в базовом черном цвете. Я сначала задул темный серый, потом светлый серый. Все просто. Костя на самом аркхане, как вы видели, я использовал черт-браун как базовый слой, а теперь опять пытаюсь намешать такой лейринг. Замешиваю в разной консистенции разные пропорции этих цветов, Bone White и черт-браун, потихоньку идя от черт-брауна, увеличивая свет, получая новый-новый слой. Это вот как раз-таки к слову о том, как я говорил, что необязательно иметь весь цветовой, цветовую палитру того или иного производителя, достаточно иметь определенный цвет и черный, и белый, чтобы вы могли затемнять и высветлять этот самый цвет, и получать необходимые вам оттенки. Третий слой высветления с помощью Bone White. Имейте в виду, что когда та деталь, которую вы красите, совсем-совсем мелкая, то огромное количество слоев тоже не так уж и нужно. Конечно, для какого-нибудь художественного покраса чем больше слоев, тем лучше, при этом не жирных желательно. Но для игрового покраса, как есть стандартная эта фраза, три цвета вверх, темный, посветлее, совсем светлый и нормально. Кто-то, конечно, немножко по-другому это начал трактовать. Три цвета и норм, и получается трехцветный покрас, которым у нас на турнирах играют. Так, конечно, лучше не делать. Лучше не ограничивать себя банальными тремя цветами на миниатюру. Обратите внимание, что я также покрасил его меч ледербрауном, и рукоятку, и другие детали, я просто покрашу тоже Gloria's Gold. Немножко все-таки не стал заморачиваться. Вкратце потому, что, ну, как я и сказал, одновременно лень, и в то же время я как-то гораздо больше фокусировался на других вещах, вроде вэтблендинга, лейеринга и так далее. Я посчитал, что на этой миниатюре я хотел бы больше этому вниманию уделить. Опять же, не скажу, что это правильно, но что есть, то есть. И еще один момент, о котором я тоже вам, по-моему, уже когда-то говорил, но не обязательно использовать проливку, не обязательно покупать проливки от Стадели и так далее. Достаточно взять и замешать цвет, очень сильно его разбавить и получить таким образом glaze. Причем glaze не такой, как у Games Workshop. Я не совсем, я считаю, они немножко ввели такую смуту, когда выпустили свои glaze, потому что у них их glaze больше работает как фильтры. Вы, грубо говоря, наносите белый цвет на миниатюру, наносите на этот белый цвет glaze от Games Workshop, и он, например, становится красным, ярко-красным. Это больше как фильтр работает. А glaze – это именно очень-очень сильно разбавленная краска, которая затекает в все углубления, работая в том числе и как проливка. Как вы видели, я черным цветом покрасил когти. Можно было бы заморочиться и там тоже сделать такой же цвет, как на броне, но я посчитал, что это не совсем уже будет корректно. Немножко перебор. Кот начал, видимо, уже негодовать и показывать мне, что хватит, хватит, перестань, стоп, хватит мучить миньку, давай уже красть что-нибудь другое. Потому что, если честно, на эту миниатюру у меня ушло, ну, очень много времени. Не совсем понятно, почему. Ну, может, оно и к лучшему. Ну, потихоньку мы подходим уже к концу. Миниатюры, по сути, осталась база. И да, я покрашу базу тогда, когда мой кот прекратит пытаться отжать у меня мою единственную кисть для драйбраша. Потому что что-то как-то совсем жёстко. База до боли простая. Основание чёрный цвет. Я уже когда-то говорил вам об этом, но я всегда обожаю красить именно базы аэрографом, потому что, мне кажется, это самое прикольное вообще из того, для чего можно использовать аэрограф. Можно задать какой-то эффект свечения, как видите, я попытался нечто подобное сделать. А дальше стандартные два слоя драйбраша. Первый слой я использовал механику стандарт грей. Обратите внимание, что это никакой не драй. от цитадели это простая бейс. Можно, конечно, использовать драй, если хотите, но прям в этом какой-то необходимости абсолютно нет. Кисть должна быть достаточно жёсткой. И второй драйбраш уже меньше с количеством краски Ультон Грей. Опять же, лейерная краска, никакой не драйбраш. Получается очень даже хорошо. Ну вот и всё, народ. В целом, мне миниатюра понравилась. Надеюсь, что вам тоже. Если у вас остались какие-то вопросы, пожелания или комментарии, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. И до скорых встреч. Не бойтесь красить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!